Продолжение следует... Продолжение следует... По защите диссертации, поэтому мы можем продолжать работу. Проект заключения был разослан на электронную почту и роздан присутствующим здесь. Поэтому можем продолжать работу. Продолжение следует... 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 Итак, здесь на данном слайде вы можете видеть защищаемое положение настоящей диссертации. Ну и перейдем к первой главе. Взаимодействие ультракоротких лазерных импульсов, лазерно-свободных электронов с внутренними оболочками атомов твердого тела. Чтобы описать взаимодействие теоретически ультракоротких лазерных импульсов, лазерно-свободных электронов с каким-то объектом, нужна строго формализованная математическая модель таких импульсов. К сожалению, литературный обзор показал, что отсутствуют универсальные строго математически сформулированные модели подобных импульсов. И здесь эта проблема усугубляется тем, что характер этих импульсов таков, что там присутствуют случайные параметры. Для того, чтобы составить модель, учитывающую все вот эти требования, мы представили импульс лазерно-свободных электронов как серию гауссовых импульсов, которые имеют случайные параметры и с которых, в свою очередь, тоже имеют огибающую в форме гауссиан. Были найдены различные спектральные временные характеристики таких импульсов. Вот на экране вы можете на слайдах видеть как временные, так и спектральные характеристики, а также математическое ожидание. Затем данную модель мы уже начали применять к процессу фотоионизации. Чтобы описать фотоионизацию внутренних оболочек, нужно знание сечения этого процесса. На основании оптической теоремы, экспериментальных данных об атомном факторе рассеяния, а также используя распределение ферми, мы получили аппроксимационную формулу для сечения поглощения в окрестности порога ионизации к оболочке. Затем, для того, чтобы описать вероятность данного процесса за все время действия импульса, в рамках первого порядка квантово-механической теории возмущения была получена формула полной вероятности. Ну и поскольку у нас импульсы все-таки имеют стахастический характер, было получено выражение для мат-ожидания. Показано, что зависимость вероятности фотоионизации ультракороткого импульса на внутренней оболочке от несущей частоты имеют вид такой ступеньки. И что характерно, в случае ультракоротких лазерных импульсов, при несущей частоте ниже порога ионизации вероятность фотоионизации не равна нулю, то есть она больше нуля. Это происходит из-за того, что несмотря на то, что несущая частота отстроена от порога ионизации в меньшую сторону, ультракороткий импульс имеет достаточно широкий спектр, и часть спектральных компонентов перекрывается с сечением фотопоглощения, и в соответствии с этим вероятность рассеяния не равнолевая. Второе интересное нейтралиальное свойство ультракоротких импульсов в контексте данного процесса – это то, что, как было показано в предыдущем слайде, во-первых, данная зависимость, она выполаживается при уменьшении длительности импульса, но также она выполаживается и при увеличении температуры в соответствии с распределением ферми. Так вот, возможно, реализовать один и тот же спектральный профиль этой зависимости при двух разных условиях. Первое условие – это когда мишень при комнатной температуре облучается импульсом лазера на свободных электронах, и второе – это когда мишень нагрета до температуры порядка температуры ферми, и облучается импульсом, обычным гауссовым импульсом, намного больше в длительности. Соответственно, данный эффект может быть использован в рентгенской спектроскопии, в частности, в ксаноспектроскопии. Помимо этого, интерес представлял зависимость вероятности от длительности импульса. Было показано, что при несущих частотах ниже порога ионизации нормированной на энергию импульса вероятность фотоионизации стремится к нулю при увеличении длительности. То есть здесь, опять же, то же самое свойство, что если частота импульса ниже порога ионизации при коротких длительности вероятность не нулевая. Ну и, соответственно, при несущих частотах выше порога ионизации данная зависимость выходит на константу, которая достаточно легко считается вот по приведенной аппроксимационной формуле. Вот. Помимо полной вероятности, интересно было рассмотреть мгновенную вероятность течения действий импульса. Для этого мы ввели такую сущность, как неполный фурье образ, который описывает спектральную временную эволюцию импульса. И далее мы применили это уже к известной формуле и получили зависимость вероятности фотоионизации в течение действий импульса. Вот. На данном графике вы можете видеть временную эволюцию вероятности. Данные зависимости ступенчатые, поскольку спайки генерируются непостоянно. Ну и они все монотонно возрастающие, поскольку энергия в систему все время закачивается. Ну и выходит на постоянные значения. И постоянные значения, оно соответствует значению посчитанного по формуле, которой мы вот пользовались на предыдущем слайде. Вот. Получается, мы описали процесс фотоионизации внутренних оболочек атмосферного тела по действию импульса лазерно-свободных электронов не только в терминах полной вероятности за все время действий импульса, но также и в терминах мгновенной вероятности в течение действий импульса. Данный результат будет интересен не только с экспериментальной точки, и с теоретической, поскольку он открывает путь для описания фотоиндуцированных процессов и обобщенной радиационной кинетики вот в поле импульсов лазерно-свободных электронов. Вот. С фотоизацией все. Далее мы... Речь будет идти о рассеянии. Рассеяние будет описываться при помощи... В терминах спектрально-угловой вероятности рассеяния за все время действия импульса. Она была получена в рамках второй теории квантово-механической... Второго порядка квантово-механической теории возмущения. И рассеяние в дальнейших главах будет рассматриваться в двух разных режимах. Первый режим — это когда длина, характерная длина падающего, длина волны падающего излучения много меньше, чем радиус экранирования. Тогда мы можем рассматривать рассеяние на индивидуальных объектах, такие как электрон, атом, ну и коллективное рассеяние, когда длина падающей волны с измерима с радиусом экранирования, и в таком случае уже нужно учитывать межчастичные корреляции, и это уже рассеяние носит коллективный характер. Вторая глава, как я говорил, посвящена вопросам рассеяния Максвиллской плазмы. Первый, самый простой процесс индивидуального рассеяния — это рассеяние на свободных электронах. Была получена аналитическая формула для вероятности рассеяния на свободных электронах в релитивистском случае, и показано, что при увеличении угла рассеяния спектр рассеянного излучения начинает смещаться в красную область. И связано это именно со влиянием релитивистской поправки. Также были исследованы тренды в зависимости вероятности от длительности импульса, и показано, что есть три основных тренда. Первый — это монотонное квадратичное возрастание при частоте рассеяния, приходящейся на спектральный максимум, и возрастающий до некоторого максимума, и асимптотически убывающий до нуля в остальных случаях. Это второй тренд при всех остальных частотах. Следующий процесс индивидуального взаимодействия импульса с плазменным объектом — это рассеяние на атомах в высокочастотном приближении. В дипольном приближении была получена формула рассеяния на атоме в течение действия импульса, и вот построены спектрально-временные зависимости вероятности. Показано, что с увеличением, с течением действия импульса спектр рассеянного излучения сжимается. И особый интерес представляет график справа, поскольку здесь на нем показано, что на выделенной частоте при параметре одиаботичности больше единицы вероятность немонотонной функции времени. Все зависимости также выходят на константу, и эта константа в предельном переходе вычисляется по достаточно простой формуле, и что примечательно, данный результат у нас сошелся с результатом коллег из САФУ, которые получили точно ту же самую формулу, но в приближении мгновенных возмущений, то есть исходя из совсем других принципов. Далее мы переходим к вопросам коллективного рассеяния в Максвелловской плазме. Оно описывалось через динамический форм-фактор рассеяния, который учитывает коллективность этого процесса. Динамический форм-фактор может быть разделен на две части. Это томпсоновское рассеяние, рассеяние на индивидуальных электронах дебальской сферы, и на части, отвечающие за переходное рассеяние, то есть рассеяние на шубе экранирующих электронов. В данном случае в квазирезонансном приближении были получены аналитические формулы для вероятности. Данные формулы достаточно простые, удобны в аналитическом анализе, поэтому были найдены всевозможные тренды зависимости вероятности от длительности импульса, описаны, какие тренды соответствуют каким условиям, какие бывают виды немонотонности этой зависимости, вычисленные экстремум. На данном слайде вы видите сравнение различных зависимостей вероятности от различных параметров для Томпсонского переходного рассеяния. Примечательный, особый интерес представляют нижние графики, то есть показано, что полученные аппроксимационные формулы, они достаточно точно описывают этот процесс при углах рассеяния больше 10 градусов, то есть сравнение здесь ведется с численным расчетом, просто с численным интегрированием. И второй интересный факт, это то, что при стремлении угла рассеяния к нулю Томпсонское рассеяние не стремится к нулю, несмотря на то, что значение сечения на выбранной частоте равно нулю. Это происходит из-за вклада плазмонных колебаний, которые отстроены от рассматриваемой частоты, и за счет того, что импульс у нас ультракороткий, он имеет достаточно широкий спектр, и его лепестки захватывают вот эти спектральные компоненты с соответствующим плазмонным колебанием, из-за чего вероятность Томпсонского рассеяния не равна нулю. Подробнее о плазмонных колебаниях на этом слайде. То есть это частный случай Томпсонского рассеяния, когда значение продольной части диэлектрической проницаемости плазмы обращается в ноль, и в этом случае возникают коллективные колебания электронов или лингвировские волны. В приближении к квазирезонансным опять же были получены частоты резонансные для максвилловской плазмы, ну а также получена аналитическая формула для вероятности. Были исследованы тренды этой, тренды зависимости вероятности осени на плазмонах от времени, и показаны на данном рисунке как от взаимного положения несущей частоты и частоты рассеяния какие тренды будут в зависимости вероятности от длительности импульса. Далее переходим к рассеянию в плотной плазме. Первый процесс индивидуального рассеяния – это рассеяние на связанных электронах. В отличие от обычного резонансного рассеяния на изолированном ионе состоит в том, что спектральные линии в переходах внутриатомных они зависят от плотности. Для того, чтобы учесть это, мы опирались на работу китайского научного коллектива, которые для плотной плазмы рассчитали поправки к параметрам внутриатомного перехода и получили зависимость вероятности от несущей частоты. И было показано, что с увеличением плотности спектр этой зависимости смещается в красную область. Далее рассматривался вопрос коллективного рассеяния в плотной плазме в модели ионной сферы, то есть это такая модель, которая описывает экзотическое состояние плазмы, которое называется warm dance matter. И для того, чтобы описать сечение этого процесса, мы модифицировали, использовали модель локальной плазменной частоты, для которой требуется, для того, чтобы рассчитать сечение, требуется знание радиального распределения электронной плотности. Оно рассчитывалось тремя способами. Первый способ – это в рамках коллективного взаимодействия, в рамках одного проекта данные распределения предоставил наш коллега из Шанхайского университета. Это численное решение самосогласованного уравнения Пуассона и Шреддингера. Затем мы рассматривали степенную аппроксимацию данной зависимости и совсем простой случай, когда ионная сфера считалась однородной. Результаты показывают, что более точный численный расчет хорошо совпадает со степенной аппроксимацией, в то время как однородное распределение внутри ионной сферы имеет достаточно большую ошибку по амплитуде. Применяя данное сечение к формуле полной вероятности, были рассчитаны в зависимости вероятности от длительности импульса и показано, что при уменьшении частоты из-за того, что сечение этого процесса приобретает асимметрию, зависимости при отстройке от усредненной плазменной частоты, несущей частоты вправо, становится монотонными, практически линейными. В случае, если отстройка несущей частоты от усредненной плазменной частоты происходит в Красной области, тогда там зависимость возрастающая и в дальнейшем асимптотически стремящаяся к нулю. Итак, подведем итоги. Была разработана в рамках исследования физико-математическая модель импульсов лазерно-свободных электронов, учитывающая случайные параметры импульсов. Эта модель применена для описания фотоионизации внутренних оболочек атома твердого тела в терминах полной вероятности за все время действия и в течение действия ультракороткого импульса. Получены аналитические формулы для рассеяния в максвилдской плазме, для рассеяния в свободных электронах, для томпсонского перехода в рассеянии и для рассеяния на плазмонах. Проведено детальное исследование временной зависимости вероятности рассеяния на связанных электронных высокочастотном пределе. Было показано, что при параметре неодиаботичности больше единицы вероятность может быть не линейной функцией времени. Был произведен расчет вероятности рассеяния на связанном электронном резонансном приближении в плотной плазме, а также на ионных сферах плотной плазмы были исследованы не монотонные участки зависимости вероятности от длительности импульса в линейном по интенсивности полирежиме. На данном слайде вы видите публикации, в которых защищаемые положения опубликованы, а также они были доложены на трех конференциях. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Я готов отвечать на ваши вопросы. Вы меня слышите. Да вот защищаемое положение. Вам видно, да, всем, чем советую, да? Просто они отсутствуют в реферате, да? В реферате вы их не публиковали? Да, есть. А? Да, есть в реферате. Понятно. Так, ну, пожалуйста, вопросы какие есть? Вопросы есть. А, есть, да? Вопросы есть. Есть этот лазер на свободных электронах. Значит, у меня два, так сказать, связанных с этим коротких вопроса. Значит, в двух словах можете бы описать, как этот лазер работает, первое. И второе, есть ли в России такой лазер? Я начну со второго вопроса. Да, такой лазер есть. Он находится в Новосибирске. Правда, он не рентгеновского спектра, а инфракрасный, насколько я знаю. То есть, применить его к данной теории затруднительно? Ну, поскольку здесь рассматривается рентгенский диапазон, то есть, ионизация К-оболочек, это все-таки рентген. Да. Все-таки затруднительно, пожалуй. Нельзя. Да, это просто не для других задач. Хорошо. Это единственный в России. А еще, а как он функционирует? Может, он это качественно? Функционирует он так, что у него вот длинный тоннель, так называемый андулятор. В нем расположена периодическая система магнитов, которая отклоняет электронные пучки, и они электронные пучки двигаясь, излучают, и при этом в этом же поле они как бы начинают их распадаться на такие пучки. Получается неоднородности электронной плотности в соответствии с полем. И такие электронные начинают когерентно излучать, и вот из-за того, что электронная плотность дробится на пучки, излучение имеет такой вот печковый характер, то есть как спайки. И характернее длины волок? Ну, достаточно широкий диапазон можно выбрать, в зависимости от конструкции андулятора. Вот это может опять от ИК там и до дальнего рентгена. То есть рентген там присутствует? Нет, может присутствовать. Почему? Это женский рентген там вполне себе... Ну, в России у нас нет. А вы что-то можете сказать о... Как бы ваша модель и ваши результаты, вообще все, что есть в мире по результатам подтверждения, экспериментальные есть? К сожалению, экспериментальных подтверждений вот того, чего мы сделали в рамках диссертационного исследования, нет, но тем не менее мы введем, держим контакт с коллегами из Франции, у которых есть выход на эксперимент в Стэнфорде и в Гамбургском XFL. Есть небольшая надежда, что может быть какое-то экспериментальное подтверждение получится. Вот вы считаете, вот у вас достаточно много результатов. Что бы вы предложили экспериментатору попробовать? Какой вы считаете наиболее результат, который мог бы быть действительно на реальном эксперименте проверен? Это проверка... Сейчас... Вот этого эффекта указано на рисунке B, когда получается одинаковый спектральный профиль вероятности несущей частоты при двух условиях. Когда мишень при комнатной температуре облучается импульсом лазерно-свободных электронов, и когда это высокоинтенсивный, ультракороткий импульс, и температура мишени в порядке температуры фирмей. Получается одинаковый профиль. Получается, при таком раскладе можно, не нагревая мишень, имитировать процесс... Простите. А вы еще следующий слайд покажите, пожалуйста, где высечь? Вы это представляете от результата? Вы имеете в виду, хватит ли разрешающей способности, чтобы засечь вот это различие вероятности? Конечно, у вас есть какая-то большая разница, всего на одинаковое. понимание, насколько это... Вас же не смущает самому вот такой результат? Ну, во-первых, у меня работа теоретическая, вот, я не экспериментатор. Да, но с одной стороны... То есть, вы имеете в виду, что это аномально, с вашей точки зрения, это аномально большое изменение при таком, вероятность при изменении, маленьком изменении несущей частоты? А, объясните, пожалуйста. Дело в том, что это окрестность порога ионизации. Сейчас я покажу график сечения, у меня в конце приведен... Да, вот. И... Да, и просто мы рассматриваем вот как раз частоты, лежащие в области вот этого порога. Если мы берем чуть ниже частоты, у нас небольшая вероятность, соответственно, если мы смещаемся, как раз вот этот порог, он очень резкий, на несколько электрон-вольт, на 5 электрон-вольт у нас резкий скачок получается. Ну, можно на любой внешней оболочке любого, практически любого атома, вот, встретить такую зависимость в минимой части атомного фактора рассеяния. Внешние оболочки, они такие резкие. Ну, вот эти, да, полученные распределения, ну, это как бы, это сечение, сечение, мы исследуем вероятность рассеяния коротких импульсов на основании сечения. Нет, то есть вы наставите для меня как резонанс, да? Ну, здесь не совсем резонанс, здесь как бы выбивание электронное. Ну, да, резонанс здесь у вас нет, а спектр широкий, правильно? А вероятность рассеяния сильно отличается. Да. И вы это связываете еще раз? Ну, мы с этим скачком из-за того, что у нас резко возрастает сечение рассеяния, потому что здесь у нас как бы на другую оболочку приходится несущая частота, а мы уже прошли этот порог ионизации, и у нас, соответственно, вероятность резко возросла, потому что мы уже выше порога ионизации. Ну, казалось бы, вот этот эксперимент надо и предложить было бы, поскольку очень такая резкая граница и действительно... Да, я про это и говорил, может быть, несколько крысноязычная. Вот, собственно, вот это то, что... Эти графики, на которых я заостряю внимание, это та же самая зависимость, только она пологая. Вот видите, это та же самая ступенька, только она пологая из-за того, что у нас спектр импульса широкий, и возможно получить ненулевую вероятность рассеяния на несущей частоте ниже порога ионизации. Это все зависит от рассматриваемого процесса. Мы используем... В данном случае это фемтосекунды. В данном случае, мы считаем, что они не испанят, так сказать, поисковые такие, по-другому, сгустки, да? Маконизации, правильно? Да. Да? Из-за того, что это так называемый режим самоусиленной спонтанной эмиссии лазерно-свободных электронов, как я говорил, вот электронный пучок, который проходит через нендулятор, он дробится под действием поля на различные... А, то есть это разные все-таки... Отвечают разные участки этого потока, да? Да, да, да. И за счет этого они излучают вот так вот, в таком режиме. И это характерно для этих лазеров? Да. А где это было показано, доказано? На Гамбургском лазере. На Гамбургский лазерно-свободных электронах. Он называется European XFL. Понятно. Ну, какая-то связь с ними есть у вас? Они знают о ваших работах, что, может быть, это было бы интересно? Ну... И с его подачей была вот рассмотрена вот эта тематика. Пожалуйста. Она интересна всем, потому что это мировая коллаборация. Дело в том, что здесь интерес не только вот в плане каких-то исследований внутриатомных процессов. Вот рассеяние на лазерно-свободных электронах применяет к очень прикладным задачам, такие как просто исследование ДНК клеток. Например, берут клетку ДНК и до тех пор, пока она разрушится, она вот за счет того, что импульс интеркороткий, успевает как бы сделать снимок этой клетки и посмотреть там отдельные какие-то органы внутри. То есть... Вот у вас, еще раз, все? Все. Шесть положений защищаемых, да? Да. Значит, это вот с вашей точки зрения наиболее значимое. Какое из них? Сложно сказать, поэтому я сейчас открою и посмотрю на них. Или вы считаете, они все равноценны? Нет, это не бывает. Кто вам больше выбирает в самом деле? Ну, то, что касательно лазерно-свободных электронов. Первое, да, первое положение. Ну, поэтому она и первая. Нет, первая. А? Первая. Первая. Ну, собственно, эффект, о котором мы сейчас говорили. Я на рецепт, что вы в рамках того обширного литературного обзора, который был проведен, таких результатов я не нашел. Но фемтосекундный здесь диапазон. Что касается лазеров на свободных электронах, здесь мы рассматриваем фемтосекунд. Вот эти спайки, которые они имеют в 3-10 порядка в секунду и меньше даже. Так, значит, вы настаиваете, что вот все 4 половины, самое главное это положение, а в выводах у вас впервые 4 раза употребляется, да? Никто до вас это не делал. Да, я повторю, что в рамках литературного обзора не было найдено каких-либо результатов, которые дублировали бы наши результаты. Так, простите, значит, вот все-таки, тем не менее, сейчас же активно развиваются все эти вот атосекундные, да? Метроскопии различные и так далее. И что, неужели, так сказать, вот вы не нашли ни одного результата, который мог бы быть хоть как-то связан с вашими результатами? Дело в том, что атосекундные, здесь идет речь о достаточно специфичных установках, это лазерно-свободных электронов. Обычно, когда говорят о атосекундной физике, это какие-нибудь X-Ultra-Wild лазеры, которые намного дешевле, их может позволить обычно в лаборатории, как у нас на физтехе, наверное. Лазерно-свободных электронов, это вот несколько деревень, 15 километров труба, вот, это достаточно дорогостоящая и уникальная вещь, поэтому у них, конечно, громкие эксперименты и результаты, но они не покрывают большую, как вот те же лазеры X-Ultra-Wild. Тем не менее, вы взяли плазму в разном состоянии, правильно? Да. В том числе и на твердом теле. Да, что касается рассеяния лазерно-свободных электронов, это как раз только телеплазма. Вы как себе это представляете? Как некая мишень тонкая или что? Ну да, то есть это, да, как некие... У вас же углы показаны, 10 градусов, это же такое... А, здесь то, что там про 10 градусов, это было рассеяние, не обязательно импульс лазерно-свободных электронов, и это мишень просто плазма, пучок плазмы. И 10 градусов, это просто от некого там точки фокусирования. А выбором того, алюминия, это к чему-то еще? Популярный материал, почему-то вот... Алюминий, да? Да. Почему-то его используют на экспериментах. Здесь уже не играет роль, да, кристаллический или, так сказать, аморк на это состояние. До таких тонкостей в рамках данного исследования я не докапывался, но вообще интересный вопрос. Если мы выйдем на эксперимент, этот вопрос обязательно всплывет, и мы его исследуем. Так, еще есть вопросы? Вопросы есть, господа? Вообще молчат. Вы расслышите? А? Нет, слышат. Слышат? Спасибо. Господа наши отсутствующие... Давид Абрахович. А? Ну, вот, Давид Абрахович. Если вы научите, то живу. Да. Кубанкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, есть вопросы? Вопросов как наковых нет, но я хотел бы при изучении отзыва дать просто отдельный потом уже комментарий относительно работы. Дмитрий Николаевич, есть вопросы? Добрый день, коллеги. У меня есть два небольших вопроса, уточняющих. Я, Сергей Сергеевич, услышал в целом, что такое ультракороткий импульс, импульсопределение. И там две характеристики. Длительность и сечение присутствовалось. Каким образом их можно сравнить? По идее, если длительность, то нужно сравнивать, соответственно, с какими-то характерными временами. А тут есть две характеристики. Длительность и сечение. Вот у меня первый вопрос. И второй вопрос я уже, наверное, задам. Здесь я почему-то не очень услышал про это в докладе много. А если открыть диссертацию, там есть рисунок 1.1.2. Мне кажется, там достаточно интересный результат получен. Там рассматривались три вида импульсов. Может быть, Егор Сергеевич мне ответит. Регулярные спайки, стахастические спайки, огибающие спайки. И там получается, что появляется... То есть излучение идет не только на основной частоте омега-0. А вот, допустим, для регулярных спайков там несколько частот еще преобладает. Вот это достаточно интересное, как мне кажется, такое вот явление. И как его можно объяснить. Вот это, наверное, два вопроса. Я, к сожалению, я понял, что интерес представляет как регулярные, так и стахастические спайки. К сожалению, из-за технических сложностей я не услышал формулировка самого вопроса. Могли бы Вы повторить? Да. Там, как мне кажется, интересный результат присутствует. То есть есть регулярные спайки рассмотрены, стахастические спайки, огибающиеся. Спайки рассеяния присутствуют, допустим, для регулярных спайков не только на основной частоте омега-0. И вот с чем это связано? Как мне кажется, это интересный очень такой результат. И вот про это было мало сказано именно в докладе. Дмитрий Николаевич, к сожалению, достаточно не очень хорошо слышно, но я попробую объяснить ответственный вопрос, как я его понял. Первый вопрос был про определение туркоротких импульсов, как можно соотнести длительность импульса и сечение процесса. Мы соотносим их следующим образом, что у нас импульс временному профилю импульса соответствует через преобразование Fourier некий спектр. Он имеет характерную ширину. И также у нас есть сечение процесса, которое, как правило, имеет тоже некую такую форму колыкообразную, то есть какого-то ограниченного пика. И если их характерная ширина импульса и характерная спектральная ширина рассматриваемого фото процесса соизмеримы, тогда мы можем сказать, что импульс ультракороткий. И второй вопрос, что касается стахастических спайков и регулярных спайков, а также их математического ожидания. Мы рассмотрели зависимости вероятности от различных параетров задач для разных режимов и было показано, что в целом характер зависимости, монотонности и порядки величин они совпадают для всех трех режимов. То есть в соответствии с этим для описания каких-то качественных особенностей можно пользоваться достаточно простой приближенной моделью мат-ожидания для квадратспектральной плотности этих импульсов. Так, ну как, вы удовольствованы ответом? Да, спасибо. Хорошо. Еще вопросы есть? Вопросов нет, да? Достаточно. Теперь, значит, вы пока подождите, а мы сейчас, сушительный секретарь, изложим все заключения. У вас там будут какие-то замечания? Будете отвечать целиком сразу на все? Да, пожалуй, да. Да? Да, пожалуй, да. Так быстрее будет. У вас есть ответы? Да. Вы их покажете? Да, какие-то покажу. На слух. Я, ну, каких-то целесообразно показать будет, а большинство я отвечу. Ну, хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, заключение по содержанию диссертации, представленное членами диссертационного совета. Это заключение Фомичева Алексея Алексеевича, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего лабораторией лазерных навигационных систем Московского физико-технического института. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. В параграфе 1.2 соискатель приводит аппроксимационную формулу для сечения поглощения. Однако отсутствуют указания касательно границ применимости данной формулы. Второе. В параграфе 2.4 при выводе формулы полной вероятности рассеяния на плазмонах за все время действия импульса профиль динамического форм-фактора плазмы приближен к дельта-функции. Разрешающая способность используемых во время экспериментов спектрометров ограничена и далека от подобных значений ширин линий. Учитывая данный факт, каким образом результаты исследования спектральных зависимостей рассеяния на плазмонах могут быть использованы на практике. Третье. В параграфе 3.1 рассматривается спектральная зависимость переходов 1С-НП при четырех парах значения температуры и электронной плотности. На каком основании были выбраны именно эти значения параметров. Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа Храмова по своей актуальности, научной новизне, значимости и обоснованности полученных результатов удовлетворяет требованиям положения присуждения ученой степени кандидата наук доктора наук МФТИ. Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности лазерная физика. Заключение по содержанию диссертации Крайнова Владимира Павловича, доктора физико-математических наук, профессора, профессора кафедры теоретической физики Московского физико-технического института. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. В главе 1 некоторые зависимости нормируются на величину интегралу квадрата напряженности электрического поля, импульса во времени. Данная величина именуется энергией, как это делается в теории сигналов. Однако в работе по физике подобная терминология может ввести в заблуждение, поскольку понятие энергии имеет иное определение. Второе. На рисунке 2,4,3,G представлена зависимость электронной части динамического форм-фактора плазма от безразмерного параметра Х. Из графика неясно, имеют ли пики, соответствующие электронным плотностям, 5 на 10 в 17 и 10 в 18 см минус 3 равную амплитуду, или же их вершины выходят за предел, рассматриваемого диапазона значения ДФФ. Третье. На рисунке 2,4,3 представлена зависимость электронной части динамического форм-фактора плазма от безразмерного параметра Х для электронной плотности 5 на 10 в 17 и 1 на 10 в 18 см минус 3 и температуры 3,3 электронной вольта, что близко к условиям сильно связанной плазмы. Какие границы применимости теории описаны в данной главе? Общая характеристика. Диссертация представляет собой законченное исследование по актуальной тематике, выполненное на хорошем научном уровне. Отдельно хочется отметить, что работа выполнена на стыке лазерной физики и физики плазмы. Диссертация соответствует специальности лазерная физика и требованиям положения при суждении ученой степени кандидата наук в МФТИ. Автриферат полностью отражает содержание диссертации. Заключение по содержанию диссертации Витухновского Алексея Григорьевича, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией технологии 3D-печати и функциональных микроструктур Московского физико-технического института. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первый. В параграфе 1.2 авторам предлагается формула 1.2.4 для описания сечения поглощения с учетом распределения Ферми, в которую входят подгоночные коэффициенты С1 и С2. Каким образом они были вычислены? Второй. В параграфе 2.2 приводится утверждение, что при параметре неодиаботичности, модуль разности несущей частоты и частоты рассеяния, умноженной на длительность импульса, при параметре неодиаботичности меньше единицы, вероятность рассеяния на атоме в высокочастотном пределе есть монотонно возрастающая функция времени. Означает ли это, что для импульсов, не подпадающих под определение ультракоротких, рассматриваемая функция будет всегда не монотонна? Третье. В главе 2 следовало бы привести более подробную информацию о различиях механизмах Томпсоновского и переходного рассеяния. Общая характеристика диссертации. Представленная диссертация, выполненная на высоком научном уровне, имеет как теоретическое, так и практическое значение. Диссертация соответствует паспорту специальности лазерная физика и положению присуждения ученой степени кандидата наук в МФТИ. Основные положения работы полностью отражены в публикациях автора. Заключение по содержанию диссертации Шапира Давида Абрамовича, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника, заведующего лабораторией фотоники, Института автоматики и электрометрии Российской академии наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. В главе 1 предполагается гауссов, профиль спайка. Однако, если длительность одиночного спайка Тау много меньше продолжительности Т, огибающей всей серии спайков, то часть результата угловой окажется справедливой для произвольной формы спайка. Какие результаты не зависят от формы спайка, при Тау много меньше Т. Второе. В разделе 3.1 на странице 100 сказано, что так как частицы участвуют в тепловом движении, в расчете спектров надо учесть доплеровское уширение. Однако, в разделе 3.2 доплеровское уширение не учитывается. Какой параметр должен быть мал, чтобы можно было пренебречь доплеровским уширением в плотной плазме? Третье. Неудачно описана научная новизна на странице 7. Все четыре пункта начинаются со слова «впервые», тогда как это слово подразумевается в общем заголовке раздела. Вместе с тем используются слова «изучено», «рассмотрено», которые скорее уместны при описании хода выполнения работы, а не научных результатов. На странице 118 заключения также содержатся слова «описан подход», «неподходящие формулировки научных результатов». Общая характеристика диссертации. Оценивая работу в целом, можно сделать вывод, что диссертационная работа Храмова представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная задача. Работа написана ясным языком на высоком научном уровне. Решены достаточно сложные задачи, что подтверждает высокую квалификацию соискателя. Представленный материал имеет как практическое применение, так и общий физический интерес для дальнейших исследований. Автореферат правильно и полно отражает основные идеи и выводы диссертации. Приведенные замечания носят частный характер, относятся скорее к отбору материала и оформлению рукописи, а не к содержанию диссертации, поэтому не влияют на общую положительную оценку работы. Диссертация Храмова полностью отвечает требованиям положения при суждении ученых степени кандидата наук в МФТИ. Работа достойна положительной оценки, а ее автор заслуживает при суждении ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности лазерная физика. В заключении по содержанию диссертации Кубанкина Александра Сергеевича, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории перспективных радиационных исследований и технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования основных результатов. Вопрос и замечания. Первое, в диссертации приведено много рисунков. К сожалению, на некоторых из них визуализация данных достаточно трудна для восприятия. А именно, в описании представленных на рисунке 2.5.2 трендов кривых рассматривается область частот, при которых та узависимость не монотонна. На рисунке 2.5.3 она маркирована сложным цветом, а в описании речь идет о красном цвете, что влечет за собой недопонимание читателя. Рисунок 3.1.4а – штриховка кривых крайне неразборчива, что усугубляется шумоподобностью представленных графиков. Рисунок 3.1.4b – достаточно сложно отличить красный цвет от коричневого, а также пунктирный и штрих-пунктирные линии. На рисунке 3.1.2 сложно увидеть кривые, соответствующие условия температуры электронов 439 электронный вольт, концентрация электронов 2.76 на 10.24 см минус 3. Второе. В разделе 2.3 анализируется спектр излучения рассеянного по Томсеновскому каналу. Показано, что одна и та же спектральная ширина может быть достигнута при двух наборах параметров температуры плазмы и длительности импульсов. Рисунок 2.3.5. По какой причине данный вопрос не был исследован для рассеяния по переходному каналу? Третье. Большая часть главы 1 посвящена последовательному построению модели импульсов лазеров на свободных электронах. Получено выражение для мат-ожидания вероятности ионизации внутренней оболочки атома. Тем не менее, не было приведено выражение для дисперсии данной величины, хотя было выдвинуто несколько тезисов насчет разброса значений. Общая характеристика диссертации. Диссертация Храмова представляет собой завершенное научное исследование. Содержание автриферата отражает содержание диссертации. Диссертация соответствует требованиям положения присуждения ученой степени кандидата науку МФТИ. Александр Сергеевич, вы хотели что-то добавить к заключению? Да, спасибо за предоставленную возможность. Хотел бы отметить две интересные, на мой взгляд, и очень полезные вещи в работе. Первое. То, что хоть и работа теоретическая, но очень приятное впечатление оставляет то, что есть привязка к конкретным установкам, к конкретным экспериментам, которые могли бы быть выполнены. Я думаю, эта работа имеет хорошее будущее и может действительно войти на основе полученных результатов в какую-нибудь коллаборацию и так далее, то есть выполнять серьезные исследования именно по полученным результатам. Это, бессомненно, плюс работы. И второе, что хотелось бы отметить, это, если позволите вырасти в старую школу в проведении работ, потому что работа, опять же, теоретическая, но, к сожалению, в последнее время молодежь что делает? Интегралов понавешивает, а потом говорит, а компьютер все посчитает. А здесь как раз хотелось бы отметить достаточно понятную структуру полученных выражений для дальнейшего анализа, то есть полностью аналитическую форму. Вот, собственно, две особенности, которые хотел бы сказать про эту данную работу. Спасибо. Спасибо. Заключение по содержанию диссертации Макарова Дмитрия Николаевича, доктора физико-математических наук, профессора кафедры фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий Северного арктического федерального университета имени Ломоносова. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Рисунок 1.1.2. Хотелось бы уточнение при сравнении спектров регулярных и стокхастических спайков с импульсом, соответствующим огибающей, так как огибающая – это абстрактная величина, введенная для удобства описания. В эксперименте же не наблюдается импульс огибающий. Второе. В легенде на рисунке 2.2.4 частота рассеянного излучения обозначается как омега СС, хотя на протяжении всей работы данная величина имеет обозначение омега штрих. Третье. В параграфе 2.1 сказано, что при несущих частотах Луки порядка КФ частота рассеянного излучения сильно зависит от угла рассеяния. В частности, с увеличением угла спектр рассеянного излучения смещается в красную область. Хотя, судя по графикам и формулам, такое смещение можно назвать сильным только лишь при несущих частотах более десятков КФ. Также было бы интересно рассмотреть интегральную по всем частотам вероятность рассеяния и изучить спектр рассеянного излучения в зависимости от несущей частоты. Общая характеристика диссертации. Диссертация посвящена актуальной для области лазерной физики теме и представляет собой завершенные научные исследования. Достоверность результатов обеспечивается использованием общепринятых и многократно проверенных моделей и методов современной теоретической физики. Значимость и высокий уровень работы подтверждают публикации в журналах, входящих в первую и вторую квартиль по базе скопус. Результаты, безусловно, обладают научной новизной. Тематика работы соответствует паспорту специальности лазерная физика. Диссертация Храмова в полной мере отвечает требованиям положения присуждения ученой степени кандидата наук в МФТИ. Далее заключение Московского физико-технического института и организации, где была проведена апробация работы. В заключении отмечается, что в период подготовки диссертации с 2018 года по настоящее время соискатель Храмов Егор Сергеевич работал на кафедре радиоэлектроники и прикладной информатики Московского физико-технического института в должности научного сотрудника. В 2018 году Храмов окончил Московский физико-технический институт, с 2018 года по настоящее время обучается в очной аспирантуре МФТИ. Научный руководитель, доктор физико-математических наук профессор Остапенко Валерий Александрович. Далее отмечается, что тема диссертации является актуальной. Изложены основные результаты диссертации. Все результаты диссертации получены лично соискателем при научном руководстве доктора физико-математических наук профессора Остапенко. Отмечается научная новизна работы, практическая ценность результата, обоснованность и достоверность результатов и выводов. Приводится список публикаций автора. Личный вклад соискателя в работах с авторами заключается в следующем. Литературный обзор, постановка задач, разработка методов их решения, аналитические численные расчеты. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности лазерная физика, в частности по пункту физика взаимодействия когерентного оптического излучения с веществом. Диссертация Храмова рекомендуется к защите на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности лазерная физика. В заключении утверждено проректором по научной работе МФТИ Баганом Виталием Анатольевичем. Далее имеется отзыв ведущей организации НИЦ Курчатовский институт. В отзыве также отмечается актуальность темы диссертации, приводится анализ содержания диссертации, оценка навизны исследований, оценка практической значимости результатов, оценка достоверности. Замечания. Первое. При представлении актуальности работы следовало бы подробнее обсудить возможность экспериментальной проверки полученных результатов, дать ссылки на такие исследования. Второе. Желательно было бы подробнее обсудить пределы применимости подхода работы 47 и ключевой для всей диссертации формулы 1.2.5 в таких аспектах, как применимость классического описания электромагнитного поля УКЛИ и порога по интенсивности излучения и остроте фронта импульса для появления эффектов в плантовании этого поля. Третье. При введении в описание формулы 1.2.6 следовало уточнить, что данная формула применима для описания полной вероятности фотоионизации только для К, оболочки атома, поскольку если ее применить для высших оболочек, то она даст результат суммарной вероятности ионизации всех оболочек, начиная с К и заканчивая рассматриваемой. Четвертое. При представлении результатов для вероятности процессов за все время действия лазерного импульса следовало бы, кроме указания вероятности, нормированных на полную энергию дать возможность читателю оценить абсолютную величину вероятности и сразу увидеть невозможность превышения значения равного единице. Пятое. При рассмотрении коллективного рассеяния уклей в плазме, учитывающим эффект экранировки заряда, следовало бы подробнее пояснить механизм переходного рассеяния в плазме и его связь с переходным излучением быстрых частиц в сплошных средах с дисперсией. Шестое. Материал третьей главы диссертации изложен в автореферате менее подробно по сравнению с первыми два главами. Седьмой. Ряд иллюстраций содержит слишком мелкие элементы, которые похоразлечимы в печатной версии диссертации. Приведенные замечания не носят принципиальный характер и не снижают общей ценности исследования. Тема и содержание диссертации храмов соответствует паспорту специальности лазерная физика. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАГ, он дает достаточно полное представление о содержании диссертации. Диссертация храмова соответствует всем критериям, установленным положением и присуждению ученых степеней в МФТИ, а ее автор храмов заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности лазерная физика. Отзыв подготовил ведущий научный сотрудник отдела плазмы НИЦ Курчатовский институт, руководитель Кукушкин Александр Борисович. Также есть подписи руководителя Курчатовского комплекса термонитерной энергетикой плазмы и технологии Ученко. И утверждено заключение первым заместителем директора по науке НИЦ Курчатовский институт Дьяковой. Имеются также отзывы на диссертацию Храмова. Отзыв Леймана Владимира Георгиевича, доктора физико-математических наук профессора, главного научного сотрудника в лаборатории двумерных материалов и наноустройства МФТИ. Отзыв положительный. Из недосадок в диссертации следует заметить преобладание по объему материала второй главы непропорционально остальным двух главам. Других замечаний нет. Отзыв на диссертацию Задерновского Анатолия Андреевича, доктора физико-математических наук профессора, заведующего кафедрой физики МИРА Российский технологический университет. Отзыв положительный. Замечания. В первой главе показывается, что в случае ультракоротких импульсов на вид профиля зависимости вероятности фотоионизации внутренних оболочек атомов твердого тела, отнесущей частоты, влияют не только параметры мишени, но и длительность импульса. После этого следует утверждение, что данная особенность может найти применение в ксане спектроскопии. Было бы уместно более подробно изложить, каким образом данный эффект может повысить эффективность рентгеновской спектроскопии. Во второй главе приведен подробный анализ влияния параметров задач на положение экстремума в зависимости вероятности рассеяния от длительности импульса в Максвеловской плазме. Вероятно, стоило бы уделить большее внимание обоснования важности данных результатов для дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. Данные замечания носят характер пожеланий. Отзыв положительный. Отзыв на автореферат Корнева Алексея Станиславовича, доктора физико-математических наук, доцента, доцента кафедры теоретической физики Воронежского государственного университета. Отзыв положительный. Автореферат имеет три недостатка. Во-первых, в нем отсутствует четкая формулировка понятия ультракороткий импульс, основным признаком которого может служить как его длительность на половине максимума, так и количество осцилляций в нем. Рассмотренные соискателем импульсы LCA являются ультракороткими лишь по сравнению с черпированными импульсами высокой интенсивности, генерируемыми распространенными в наши дни Титан сапфировыми установками. Но число осцилляций в таких импульсах LCA остается достаточно великое, и все эффекты не будут зависеть от абсолютной фазы импульса. Так что такие импульсы являются ультракороткими условно. Во-вторых, в автореферате не приводится сравнение результатов теоретических расчетов с экспериментальными данными. В-третьих, в списке цитированной литературы пункты 4, 5, 13 содержат ссылки на переводные, а не оригинальные версии русскоязычных статей. Из менее существенных недостатков можно отметить некоторые отпечатки и небрежность в оформлении ссылки. Данные замечания не являются принципиальными. В целом, работа Храмова полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Моё автор заслуживает присуждение учёной степени, кандидата в физико-математических наук по специальности лазерная физика. И отзыв на автореферат диссертации Уманского Станислава Яковлевича, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника в лаборатории теоретической и химической физики Федерального исследовательского центра химической физики имени Семёнова Российской академии наук. Отзыв положительный. Замечания к автореферату. Первое. В части автореферата, описывающей третью главу, посвящённую рассеянию в плотной плазме, недостаёт более подробного описания развиваемой физико-математической модели. Второе. Ряд рисунков содержит слишком маленькие детали, которые трудно рассмотреть в предположенном масштабе. Данные замечания не снижают общего впечатления. Считаю, что работа Храмова полностью соответствует всем предъявляемым требованиям, а соискатель заслуживает присуждение учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности лазерной физикой. У меня все заключения. Все, да? Да, все. Так. Вопросы есть? Будем слушать соискателя. Пусть отвечает. Пусть отвечает. Готовы? Готовы. Пожалуйста, что касается... У вас какие-то есть тут ответы и подготовлены? Не только устные, да? Есть несколько сайтов. Ну так, знаете, подойдем. Подойдем. Я сказал, что все, что касается оформления стимистики и какой-то такой кандидата, я со всеми уже не согласен. А те, которые... А те, которые касаются... Физической составляющей прокомментирую. Вот. Вопросы касательно, как были получены коэффициенты, подгоночные коэффициенты формули сечения поглощения и также границы применимости этой формулы. Поясняю, что сечение было рассчитано на основе оптической теоремы, то есть вот этой формулы связи, мнимой части атомного фактора рассеяния и сечение и значение... Ну, спектр атомного фактора рассеяния был получен вот из-за экспериментальных работ 90-х годов. Вот. Затем для того, чтобы учесть распределение ферми был введен вот этот множитель, который содержит распределение ферми там с учетом химического потенциала. Ну и подгоночные коэффициенты вычислялись по просто рекуррентным образом. При комнатной температуре вот подгонялся вот под известные экспериментальные зависимости. Вот таким образом была получена эта формула. Граница ее применимости в пределах пароорганизации там плюс-минус 100 электрон-вольт примерно. Вот больше она уже достаточно большую ошибку дает. Вот. Вопрос касаемый... касательно того, будут ли при параметре неодиаботичности зависимости вероятности от времени при параметре больше неодиаботичности, больше единицы для импульсов с большой длительностью, также не монотонными, да, они будут не монотонными с точки строго математически, но амплитуда вероятности в данном случае на не монотонных участках будет пренебрежительно мало. Поэтому этим эффектом можно пренебречь. Касательно более подробной информации о томсомском переходном рассеянии, об их различии, то есть в случае томсомского рассеяния у нас рассеяние происходит на отдельных свободных электронах внутри дебаевской сферы, в случае же переходного рассеяния у нас взаимодействие импульсов происходит сразу со всей дебаевской сферы, и сразу со всей экранирующей этой шубой. Потом касательно применимости развиваемого подхода к процессам рассеяния в плазме, границы применимости в наших случаях мы выбирали такой, чтобы число электронов в дебаевской сфере не было больше 10. Вот и все расчеты, которые во всех расчетах это условие выполняется. Затем по поводу сравнения спектров регулярных стахастических спайков и импульса огибающей. Действительно, как таковой сущности огибающей на эксперименте не наблюдается, тем не менее, это сравнение было сделано лишь для того, чтобы подчеркнуть разницу между спектрами такого сложного импульса, который мы рассматривали, и достаточно простого импульса, который соответствует огибающей всей серии спайков. Затем, почему были выбраны те переходы в плотной плазме, которые были описаны? Дело в том, что мы здесь опирались на работу китайских коллег, которые получили поправки к параметрам линий внутриатомного перехода и получили они их конкретно для таких значений. Поэтому мы такие значения и выбрали. Вопрос касательно зависимости результатов спектра фотоионизации ультракоротких импульсов от соотношения длительности спайка длительности огибающей. Здесь все сильно зависит от еще одного параметра, это число спайков. Если у нас число спайков мало, тогда велика дисперсия вот этого распределения амплитуды. Если же число спайков достаточно велико, то тогда у нас разброс случайных параметров маленький. И в данном случае от формы импульса действительно результат зависит достаточно слабо. Еще вопрос был касательно доплеровского уширения. Почему мы не учитываем доплеровского уширения в рассеянии на связанных электронах плотной плазмы и почему не учитываем при рассеянии на ионосфере? Дело в том, что когда мы рассматриваем рассеяние на связанных электронах, мы рассматриваем индивидуальный объект, то есть это один конкретный электрон, и поэтому мы к нему применяем то свое усоединение по доплеру. Когда же мы описываем рассеяние на ионосфере, в данном случае рассеяние носит коллективный характер, и мы не апеллируем одиночными объектами, поэтому в данном случае мы не используем, не делаем поправки на доплеровское уширение. Хотя данный вопрос может быть более глубоко исследован в дальнейшем. Потом. По поводу отзывов ведущей организации замечаний. касательно применимости порогов интегрирования в формуле для вероятности фотоионизации. Да, действительно, я согласен с этим замечанием. На данном слайде я представил более точную формулу, которая позволяет рассчитать вероятность внутренней оболочки, отличной от отка оболочки. По поводу визуализации и нормировки вероятности на единицу, все расчеты, которые проводились, они прошли проверку, то есть во всех случаях вероятность суммарная не превышает единицу. Потом по поводу границ применимости формулы рассеяния, что касается границ между классическим описанием и уже квантованием. Здесь можно сделать грубую оценку, чтобы энергия в радиусе длины волны была много больше, чем энергия одного кванта, энергии поля. И в соответствии с этим можно получить такую оценку. Касательно вопроса о практической применимости рассеяния на плазмонах, о том, что разрешающая способность спектрометров достаточно низкая по сравнению с характерными ширинами линий плазмонных колебаний. Поясняю, на данном графике представлена зависимость вероятности от несущей частоты и соответствующей графике спектра плазмонных колебаний. Видим, что действительно плазмонные колебания имеют очень высокую добротность, их пики достаточно узкие, но за счет того, что мы облучаем их ультракоротким импульсом, спектральная ширина колебаний достаточно велика. И если пройтись в большом диапазоне несущих частот импульса, то мы получим вот такие пики, которые уже достаточно хорошо поддаются измерению на спектрометрах. Касательно интегральной вероятности рассеяния на свободном электроне, я дополнительно построил такие зависимости интегральной вероятности. И здесь было показано, что при увеличении несущей частоты эта вероятность уменьшается монотонно. Ну и при изменении угла, при стремлении угла к 90 градусов, ее абсолютное значение несколько смещается, ну немного уменьшается, незначительно уменьшается. По поводу формулировки ультракороткого в автореферате, да, я согласен. Не согласен со второй частью, что такие импульсы, которые мы рассматриваются, являются номинальными, поскольку в рамках того определения, в котором мы работаем, а мы работаем в рамках определения, что ультракороткий импульс – это такой импульс спектральной ширины, который соизмеримо с спектральной шириной сечения рассматриваем процесса, и если отталкиваться от такого определения, тогда все описанные в работе импульсы являются ультракороткими. Так, по поводу применения результатов, полученных в первой главе диссертации, к саноспектроскопии. Ну, этот вопрос мы обсудили, уже обсудили. Ну, и... По-моему, вопрос существует здесь с остальным там оформительского характера. Да, с остальным согласен. Да, совсем с остальным согласен. Есть еще вопрос? Вы, в принципе, не писали. Поскольку каждый день мы занимаемся, то мы считаем, что мы делаем ребят. Да, значит, научный руководитель. Так, тогда попросим научного руководителя. Да, Валерий Викторович, пожалуйста. Не при науке, а про храмов. Да, Егор Храмов пришел в 2018 году писать магистерскую работу, посвященную как раз взаимодействию ультракоротких импульсов на сферических мещениях, и с тех пор занимается интенсивной тематикой. Так он в процессе этой работы плугодовую имел стажировку в Сарбоне под руководством профессора Розме. Все результаты, которые получены, действительно получены им самим. Он проявил себя как такой человек очень инициативный, самостоятельный, который самостоятельно только может решать, но и задачи перед собой ставить. Ну вот эти работы, они в значительной степени выполнялись в рамках государственного задания, которое было. Но также он работал и по федеральной цельевой программе, по проекту, связанному с сенсорами. Там он тоже получил ряд интересных результатов. И вообще он человек очень инициативный. В частности, когда мы подавали ПРНФ на конкурс проекта, он всегда там выступал в качестве, так сказать, застрельщика. Всегда, так сказать, его роль была очень велика. Ну, короче говоря, я считаю, что он вполне соответствует всем критериям, которые необходимы для получения в низком степени. И сам он, и его диссертация. Ну и призываю всех голосовать за. Ясно. Вопросов нет, он впервые нет. Нет вопросов. Спасибо. Катерин Ильич, кто хочет высказаться на эту тему? Пожалуйста. Спасибо. 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 Я в целом считаю, что продемонстрировано умение обращаться с этими сложными формулами, по-моему, проигрывает достаточно как теоретик. Недостаток, конечно, что нет связи, как я бы сказал, реального с экспериментом. Это, конечно, плоховато. Но это не влияет. На общую цену, конечно, пожалуйста, положите. Заслуживаю. Спрашиваем. Давид Абрамович, Вы хотите что-то сказать? Давид Абрамович. Да, я все сказал. Мне очень понравилась работа. Хорошо. Александр Сергеевич Кубанкин. Добавить что-то хотите в рамках? Ну, я, собственно, сказал основное мнение по поводу работы. Работа мне понравилась очень. И вот выражаю надежду, что она найдет применение в реальном эксперименте. Хорошо. Так, Макаров, Дмитрий Николаевич, хотите что-то добавить в рамках дискуссии? Да, работа мне также понравилась. И с учетом того, что по этой теме не так много людей занимается у нас в России, именно теоретическими исследованиями, я считаю, что работу нужно поддержать. И Егор Сергеевич заслуживает степень кандидата в физматологию. Так, ну, я что хотел бы сказать? Да, значит, как такой заскорузлый экспериментатор, конечно, меня немножко смущает, что вы не нашли во всем мире, как бы, хотя бы косвенных подтверждений вашей теории, да? Конечно, нам, может быть, трудно в этом смысле сказать, что действительно здесь все красиво, так? Красиво и достоверно. В основном, я так понимаю, что вот вы получаете на слой вашей модели некую аномальность, так? И считаете, что это уже есть подтверждение, понимаете, результатов. Конечно, да, истинно. Значит, это математическая модель, во-первых, она сама по себе должна быть, как бы, проверена, но все-таки всегда хотелось бы, чтобы это было. Вот это, мне кажется, такое, как бы, основное, может быть, замечание к диссертации, да? Первое. Второе. Что касается, значит, вот вы рассматриваете все-таки рассеяние на связанных электронах в основном, да? Но у вас проскакивает на свободном электроне. Да, рассеяние на свободном электроне. Так все-таки это рассеяние через поглощение или это рассеяние какого типа? Вы говорите, там, рассеяние, там, Томпсона или потом переходные рассеяния, особенно не характеризуя, какие это рассеяния, так? Все другие, я так понял, которые, как бы, не входят, вся вот эта вот, во всем этом пакете рассеяния, которые не описываются классически, так? Хорошо, нет. Вот я хочу сказать, такое замечание. Вот вы его, как бы, не описываете и не конкретизуете. Да, и, значит, не конкретизуется. Ну, так в целом, конечно, во-первых, широко опубликовано, так? Раз. Во-вторых, безусловно, связано с реальными процессами, связано с короткими импульсами. Конечно, смущает, что все эти ваши спайки, которые вы описываете, общие гибающие, а потом считаете, что каждая из них имеет право на жизнь отдельно, ну, поскольку это связано, как бы, с характерным их рождением, от каждого отдельного, так сказать, не связанного, как с собой, там, пучков, так? Вот, ну, можно так предположить. Но вместе они, тем не менее, все, как бы, несут и общую характерность для России, да? Вот, поэтому я считаю, что действительно ухвачено, так сказать, главное, так? Касаясь вот такого типа лазера, вот. И такая мощная попытка все это дело описать вместе, так? Вот, непротиворечивая, будем так говорить. Поэтому в этом плане мы в заключении Дистанционного Совета все отметим, и сейчас будем ее обсуждать. Поэтому я считаю тоже, что работа, безусловно, значит, носит такой характер не только, значит, внутри российский, но и международный, и поэтому вполне заслуживает для, как квалификационного кандидата без МОДНОУ. Спасибо. Что еще у нас? Заключительное слово. Заключительное слово, Егор, да, заключительное слово. Что вы хотели сказать? В первую очередь я хотел бы выразить искренне глубокую благодарность научному руководителю, доктору физмат-наук, профессору Остапенко Валерию Александровичу, за переданные мне знания и за поставленные задачи, которые позволили мне расти как ученому-исследователю. Также за терпение, долгие благотворные дискуссии, ну и за всяческую поддержку во всем. Также хочу сказать слова благодарности заслуженному профессору Сарбонны Франку Бернарду Розми и профессору доктору физмат-наук Лисице Валерию Степановичу за консультации и дискуссии и помощь в реализации поставленных задач, которая была ключевой при выполнении этой работы. Дальше выборы счетной комиссии. У меня есть предложение выбрать счетную комиссию Витухновского Алексея Григорьевича, Крайнова Владимира Павловича и Фомичева Алексея Алексеевича. Просьба проголосовать члену Совета. Значит, вы не возражаете, что под такой комиссией, да? Просьба поднять руки. Они не слышны. Просьба поднять руки, проголосовать за комиссию. Все, ура. Давид Абрамович. Нет, все уже. Тоже за, поднял. Так, тогда просим оставить диссертационный совет для голосования. Диссертационный совет по диссертации Храмова Егора Сергеевича. Результаты голосования. Общее количество бюллетеней выдано 6, роздано 6, не роздано 0. Результаты голосования по вопросу происхождения ученой степени. За 6 голосов, против 0 голосов, возражался 0 голосов, диссертационный бюллетень 0 голосов. Подписи членов комиссии. Так, господа, господа, нам нужно подтвердить этот голосование, который положительный. Вы все слышали, да? Кто за него, кто поднятием руки проголосовать. Так, все, утвердили. Все, единогласно утвердили. Ну, поздравляем. Поздравляем. Защита успешна. Двигаться дальше. Экспериментарь. Еще проект заключения. Принять за основу. Так, проект заключения был разослан. Есть предложение принять за основу. Ну, здесь у нас небольшой выбор, да? Здесь только вот мы в конце тут отмечаем что-то, да? Такое характерное. Но мне кажется, надо характеризовать. Вот здесь написано, методов исследования спектральных родинистических процессов. Каких, да? Каких процессов. Исправим. Так, ну, Егор поможет мне, да. Надо характеризовать, договорились? Да, Егор мне поможет. Да. Хотя написано, что мы настаиваем на том, чтобы теоретическое основание для экспериментальных методов исследований. Использовать. И если вы считаете, каких, то надо указать, каких можно, на ваш взгляд, можно проверить. Чтобы мы тут указали их. Вот то, что мы обсуждали в дискуссии. Договорились, да? Да. В общем, там финальный грамм, может, участвовать. Да. Прибой измерений затруднено и так далее. Надо ли нам об этом говорить? Где? Прямо. Мы как бы оправдываться. Оправдываться. Мы хотим, чтобы была экспериментальная проверка, а потом говорим, что измерение затруднено. Да. Ну, так. Нелогично. А? Нелогично. Нелогично, да? Поэтому давайте вот процессов укажем, каких. А затруднено. А уже за счет затруднено, это пускай экспериментатор. Думаю, да. Кому-то важно будет. Слово это надо убрать. Правда? Хорошо. Потому что приборы, вы говорите, не те. Ну, слушайте, так нельзя. Давайте вот эту последнюю фразу. Исправить. Мы на себя не берем такой ответ. Договорились? Да. Ну, а дальше, мне кажется, можно согласиться, да? С остальным можно согласиться. Все. Мы настаиваем на проверке, но не берем на себя ответственность, что это невозможно. Хорошо? Хорошо. Ну, остальное все, проверка, проверка, публикации и прочее, да? Значит, кто за такие исправления, да, и за заключением совета? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да, все. Спасибо. Мы, значит, дезертацию провели. Еще раз вас поздравляем. Примите счастье, чтобы все было аккуратно. Хорошо? Спасибо. Спасибо, коллега. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Коллеги, спасибо. Хорошего всем. Субтитры сделал DimaTorzok